Для начала несколько диалогов по последним моделям. Она из Британии. А где Анжелина Джоли? Она из США. А где Катерина Денеев? Она из Франции. А где Адриана Челентона? Она из Италии. Я из Британии. Я из России. Я из России. Он из США. Он из Франции? Нет, он не он. Я из Британии. Она из Франции. Она из Италии? Нет, она не она. Она из Британии. Она из Свеции. Нет, она не он. Our next model. Кто это? Все. to me. Who's that? That's my friend. Now translate the dialogue into English. А теперь переведите диалог на английский. Кто это? Это мой друг. Откуда он? Он из Италии. Сколько ему лет? Ему 23. Какая у него любимая еда? Он любит пиццу. А теперь, как всегда, по всем лицам. Who am I? Who are you? Who is he? Who is she? Who is it? Who are we? Who are you? Who are they? The next model. What's this? Что это? So after me. What's this? It's a ruler. Мы спрашиваем, что это, если этот предмет находится рядом, на расстоянии вытянутой руки. Если предмет далеко, тогда мы используем другое слово. That. What's that? It's an eraser. Если мы спрашиваем про что-то во множественном числе, модель такая. What are these? What are these? They are rulers. Это если предметы близко. Если далеко, мы говорим What are those? They are erasers. А теперь пришла пора рассказать вам о единственном и множественном числе существительных. Итак, первое правило. Для того, чтобы образовать множественное число существительных, мы добавляем окончание S. For example, a flower. Flowers. A piano. Cianos. Второе правило. Если на конце существительного S или шипящий звук. For example, bus. Church. Bush. Box. Бус. Множественное число образуется с помощью двух букв. И. С. И произносится из. Бус. 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 Бус Если рядом с Y стоит другая гласная, тогда мы просто добавляем окончание S. A boy – boys. A day – days. И последнее правило. Если на конце существительного стоит буква F или F-I, во множественном числе F меняется на V и добавляется окончание ES. So after me, a wife – wives. A shelf – shelves. A wolf – wolves. А теперь исключение. У некоторых слов множественное число образуется с помощью изменения корневых гласных или вообще каким-то другим способом. A man – men. A woman – women. Это исключение. Здесь O читается как I. A child – children. A foot – feed. A tooth – teeth. A mouse – mice. A sheep – sheep. В слове овца не происходит никаких изменений. То же самое с овенем. A deer – deer. A potato – potatoes. Британский вариант. Tomato. Tomatoes. Домашнее задание по множественному числу. В примечании я оставлю вам список слов, которые нужно перевести во множественное число согласно правилам. Это – это все за нау. Пока. shit заб Zak